Здравствуйте! В студии программа «Интервью дня» я Глеб Полянский, а сегодня у нас в гостях профессор Алтайского государственного университета, доктор исторических наук Валерий Скубневский. Здравствуйте, Валерий Анатольевич! Не так давно администрация города Барнаула выставила на своем сайте и представила новый проект реконструкции нашего знаменитого медиплавильного, сереброплавильного завода, ну а чуть позже спичечной фабрики, которая сейчас находится, откровенно говоря, в удовлетворительном состоянии и требует, конечно же, реконструкции. Вы уже видели этот проект? Что можете сказать? Какие впечатления? Вы знаете, проекта я еще не видел, поэтому я могу пока рассуждать только в целом о необходимости сохранения исторических объектов. Но иногда это требует просто огромных вливаний средств, и зачастую на это способны только очень крупные инвесторы. Разумеется, разумеется, потому что корпуса основные были выстроены в самом начале 19 века, и, понятно, уже прошло более 200 лет, это один, значит, момент. Второй момент, что были и пожары, и перестройки. А 90-е годы, после закрытия спиччфабрики, они вообще оказались, в общем-то, почти заброшены. Поэтому, конечно, необходима именно реставрация этих корпусов. Ну, горожан сейчас в основном волнует. Вот объект, который на плане обозначен под номером 22, он обозначен как здание общественного пользования, назначение. Ну, и предполагается, что там будет торговый центр. Вот что вы можете сказать насчет размещения таких объектов в данном контексте? Актуально ли это? Ну, и опять же, может быть, это необходимо для того, чтобы сюда пришел тот самый инвестор, который и обеспечит реконструкцию? Вы знаете, здесь принципиальный вопрос. Где планируется строительство нового торгового центра? В границах бывшего сереброплавильного завода или все-таки за его территорией? Если в границах сереброплавильного завода, то такое новое строительство, я думаю, просто недопустимо. Если уже за его территорией, это уже вопрос другой совершенно. Ну, вот согласно схеме, мы видим, что здесь, получается, на правом берегу реки Барнаулки, то есть не на самой территории сереброплавильного завода рядом с центральным парком, а, получается, на другом берегу. Ну, если на другом берегу, с моей точки зрения, как говорится, никакой трагедии нет в этом. Там и так уже есть, вот, мы знаем, под горой, под Нагорным парком уже ряд торговых центров есть. Хотя, честно говоря, лучше в исторической части, конечно, поменьше строить новых объектов. Дело в том, что никто не отрицает необходимость торговли, значит, на территории старого города, так как, тем более, разрабатывается этот кластер Барнуул, горнозаводской город. Вы были одним из разработчиков. Да, да. А если вспомнить, например, вот использование подобных объектов в других городах, да, в Петербурге, Петропавловская крепость, ядро Петербурга, но мы знаем, что там, конечно, ничего нового не построено, но, однако, в старых корпусах там есть и сувенирные лавки, и кафе, то есть раз идет поток туристов, то вот подобная инфраструктура, она сама по себе напрашивается. В моем представлении, после реставрации корпусов Серебропавильного завода, часть этих площадей может быть тоже отведена на те же кафе, на какие-то магазинчики, потому что, ну, для музея, там, конечно, музеифицировано должно быть обязательно, музей должен быть создан горного дела на Алтае, как я представляю, но в то же время допустима и какая-то торговля. Необходимость строительства новых торговых центров в старой части Барнула, это вообще-то, конечно, не мой вопрос, я не экономист, да, но вот просто такое уже сложилось представление у горожан, что зашкаливает количество вообще торговых площадей. С другой стороны, ведь предприниматели тоже неглупые люди, мягко говоря, и расстроят, значит, есть спрос. Ну, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что им виднее, но вот в старой части города у нас на Ленинском стоит пассаж, там три или четыре этажа. Который, кстати, оформлен в историческом стиле. Да, да. Ну, опять же, сейчас идет реконструкция старого базара, этого корпуса, и там же тоже будет торговля. На Демидовской площади у нас Мариара, тоже двухэтажный торговый корпус, первый этаж Мариара, на втором там другие магазины. То есть вот как бы дефицита торговых площадей в этой части города я вообще не вижу, вообще не вижу. Ну, это владельцы сами должны уже подсчитывать, надо ли или не надо им открывать новый торговый центр. Это, как говорится, уже дело все-таки не историков давать советы. Ну да, главное, чтобы все это находилось в какой-то гармонии. Вот здесь предполагается, мы видим, строительство летнего театра, объекта под номером 7. И, в принципе, все культурные объекты и благоустройство территории будет проведено как положено. Но, тем не менее, может быть, присутствие торговых площадей просто необходимо, иначе содержание такого огромного объекта культурного наследия просто для частного инвестора было бы нецелесообразно. Вы знаете, очень сложно говорить, будет ли вообще весь этот комплекс приносить какую-то прибыль. Потому что всегда, в общем-то, музейное дело, это вопрос такой. Ну, это больше либо государство занимается, но тут требуются огромные просто инвестиции, либо частные лица. Ну, муниципалитет мы даже не обсуждаем. Да, поэтому, конечно, это всегда... Это только, может быть, в формате объекта краевого, но лучше федерального значения. Да, но у нас есть, правда, более маленький такой удачный пример, когда реконструировали здание горной аптеки, да, и там разместили и музей горной аптеки, и одновременно магазинчик, где травы и сувениры, и ресторанчики, и получилось все очень гармонично. Да, да, все в одном стиле. Да, да. Вот пример удачного использования старой постройки как раз, которая работает. Ну, вот насколько я знаю, план новой реконструкции будет вынесен на общественные слушания 29 мая. Будете в них участвовать? Ну, надеюсь. Но я еще хочу обратить внимание, что вообще-то у нас серебро-плавильный завод – это объект федерального значения. И поэтому для нового строительства надо решение еще федеральных властей, в частности, Министерства культуры. Вот еще какой момент. Там же тоже будут специалисты, эксперты смотреть, на какой территории что-либо планируется делать или не планируется. Ну, то есть в любом случае это будет не какое-то местечковое решение, а финальный вердикт будет выноситься на очень высоком уровне федеральном. Да, ну, по законодательству так оно и должно быть, по крайней мере. Ну, то есть правильно ли я понимаю, что нас ждут следом такие этапы – общественное слушание, потом согласование на федеральном уровне и потом уже только возможно выделение средств и, собственно, реконструкция? Ну, и потом, ведь это предварительный, как говорится, проект, он же должен быть еще детально проработан специалистами, архитекторами. То есть я не думаю, что сегодня этот проект вообще готов как реставрации старых корпусов, так и вообще-то вот… Ну, то есть он требует большей детализации. Да, он должен, безусловно, не просто детализации, а именно разработки очень конкретной. Проектно-сметной документации полностью. Да, конечно, конечно. Пока, мне кажется, этого еще нет. А вообще вот в крае есть специалисты, именно историки, архитекторы, которые способны были бы экспертно оценить качество проведенных работ и курировать их? Ну, я думаю, есть и специалисты-историки, и специалисты-архитекторы. Вот, например, вообще надо сказать, об этом объекте написано столько уже книг, статей, что в один книжный шкаф они бы не поместились. Просто, просто. Ну, вот конкретно, значит, вот вопросами охраны нашего наследия очень много занималась доктор и суксоведня Степанская Тамара Михайловна. У ней и монография архитектуры Алтая, например, и многое другое. Потом в свое время шла паспортизация памятников. И, конечно, все это должно быть. Ранее историей Барнаула занимались наши специалисты из педагогического университета. Это Контьев Аркадий Васильевич и Бородай Вадим. Вот у них монография замечательная. У истока в истории Барнаула. И педуниверситет проводил в свое время раскопки на территории вот бывшего сереброплавильного завода. Архитекторы у нас очень высокого уровня. Например, охраной этого объекта постоянно занимается Деринг Александр Федорович. Постоянно. И он неоднократно в СМИ выступал в защиту этого объекта. Ну, конечно, есть специалисты. Валерий Анатольевич, ну, я надеюсь, что все эти специалисты, которых вы назвали, будут тщательно следить за тем, как будет реализовываться этот проект. Наше время подходит к концу. Я благодарю вас за интересный рассказ. А нашим телезрителям я напоминаю, что в студии программы «Интервью дня» был доктор исторических наук, профессор Алтайского государственного университета Валерий Скубневский. До встречи в эфире. Продолжение следует...